МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЦАХ могут быть запущены в декабре этого года. Азербайджанский культурный вандализм продолжается представитель Республики Армения при ЮНЕСКО. Генсек ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой ОБСЕ. МИД Греции считает неприемлемыми нео-османские мечты Турции. Конгресс США блокирует продажу американского оружия Турции. Под командованием полковника Володя Витясяна около 50 добровольцев отправились с миссией по охране границ Арцаха. С 27 сентября 2020 года более 400 добровольцев участвовали в обороне Арцаха под эгидой освободительной армии, которая изначально была сформирована под командованием героя-командующего Леонида Азгалдяна. Президент Арманак Абрамян выразил свое уважение борцам за свободу, которые решили продолжить свою борьбу. Президент Абрамян приветствовал полковника Володю Витясяну, у которого более 30 лет боевого опыта, службе Родине и армянскому народу. Даже если нет ничего прежнего, все равно ничего не кончено, добавил президент Арманак Абрамян. В эфире телевидение Западной Армении спикер Национального собрания Республики Западной Армении Леонардо Басмаджан рассказал о своем визите в Арцах, своих ожиданиях и впечатлениях. Господин Басмаджан согласился на решение французского парламента о признании независимости Арцаха, реакцию правительства, а также на работу, которую предстоит проделать в будущем. Интервью доступно на нашем канале, на ютубе, на испанском и французском языках. В ЮНЕСКО подана заявка на включение исторического шамирамского канала в Западной Армении в список всемирного наследия. Город Артамет в провинции Ван подал в ЮНЕСКО заявку на включение трехтысячелетнего шамирамского канала в список всемирного наследия. При обыске в городе Муш в автомобиле было изъято 64 объекта, представляющих историческую ценность, в том числе монеты, ожерелья, печати и статуи. Есть подозреваемые, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Поверхность озера Цывакан, Хюсисо, Чулдыр. Второго повеличения озера Западной Армении полностью покрыто льдом. Местные жители катаются на санях по замерзшему озеру. Власти Арцаха и России обсуждают вопрос об открытии воздушного сообщения. Первые рейсы из Российской Федерации могут приземлиться в аэропорту Степанакерта уже в декабре этого года, рассказывает РИИ Новости, источник в администрации НКР. Сейчас обе стороны, наша и российская, прилагают усилия к тому, чтобы это случилось, отмечается беседник агентства, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы в Степанакерте уже до конца года. Он добавил, что воздушная гавань будет обслуживать в том числе пассажирские рейсы, которые, как ожидается, будут прибывать в НКР не только из Москвы, но и из российских регионов. Другой источник подтвердил достоверность этих планов. По его словам, вероятно, уже до конца текущего месяца мы будем свидетелями того, как первые российские самолеты приземлятся в Нагорном Карабахе. Постоянный представитель Республики Армения посол Кристиан Терстепанян выступил на пленарном заседании Исполнительного совета ЮНЕСКО. В своем выступлении, с сожалению, отметил, что ЮНЕСКО, созданное для защиты мирового культурного наследия, не способно даже бессильно предотвратить преднамеренное уничтожение культурного наследия. Свидетелем этого мы стали в последние месяцы, когда Арцах противостоял турецко-азербайджанской агрессии. В ходе войны азербайджанские ВС дважды открывали огонь по церкви Казанчатсоц в Шуши. Постоянный представитель Республики Армения подчеркивает, что параллельно очередному призыву ген-директора ЮНЕСКО к защите наследия региона поступала информация о вандализме Азербайджана в отношении армянского культурного наследия. Посол сообщил участникам, что армянская страна озадачена тем, что эти ужасы, акты против армянского культурного наследия будут повторяться на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Терстепанян подчеркнул необходимость немедленного вмешательства. В заключении своей речи посол отметил, что необходимо мобилизоваться и помочь ЮНЕСКО действовать в чрезвычайных ситуациях. Общечеловеческое культурное наследие находится под угрозой. Генсек ООН Антонио Гутериш призывает Ереван и Баку возобновить переговоры под эгидой Организации ПП Безопасности и Сотрудничеству в Европе ОБСЕ для достижения устойчивого мира. Об этом заявил журналистом. Его официальный представитель Стефан Дюжерик передает ТАСС. Генсек ООН призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы добиться устойчивого урегулирования, отметил представитель Всемирной организации. Он также призывает правительство и народы Армении и Азербайджана встать на путь диалога, ведущего к региональному миру стабильности и процветанию. Турция вынашивает неосманские мечты. Это неприемлемо, заявил министр иностранных дел Греции Никас Дендиас на конференции «Средиземноморские диалоги», организованной Итальянским институтом международных политических исследований, при поддержке МИД Италии, передает РИА Новости. В ходе дискуссии ведущая сказала, что в запасы газа в Восточном Средиземноморье в последние годы стали причиной эскалации напряженности и спросила, является ли сотрудничество с соседними странами в энергетическом спектре, приоритетом для Греции и каковы взгляды Афин на развитие энергетической инфраструктуры в регионе. Дендиас ответил, что у Греции уникальное географическое положение на перекрестке путей между Европой и Азией. И в последние годы она становится энергетическим узлом, но разработка морских газовых месторождений не является приоритетом. На вопрос, не беспокоит ли Грецию действия Турции, Дендиас ответил, что Афины очень обеспокоены. По его словам, в 21 веке европейской стране угрожают войной за намерение реализовать свое законное право. Ситуация с Турцией чрезвычайно сложная. Она хочет вступить в Европейский Союз, но у Турции есть неосманские мечты. Это неприемлемо для нас, отметил министр. Конгресс США заплакировал поставки американских вооружений и военной техники Турции. Это подтвердил в пятницу на брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер передает ТАСС. Есть удержание продаж оружия Турции со стороны Конгресса. Да, лаконично, сказал этот сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Дальнейших комментариев на эту тему от него не последовало. В августе американский еженедельник Defense News сообщил, что законодательная ветвь власти США негласно уже почти два года блокирует реализацию всех крупных контрактов на продажу Вашингтонам оружия и военной техники Анкаре. На сегодня у нас все. Далее мы представим Вашему вниманию ансамбль Маратук. Вашему вниманию ансамбль Маратук Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!